Если вы неправильно выберете то, из чего вам строить загородный дом, то вы либо построите какое-нибудь барахло, которое будет шататься на ветру, либо вы построите дом в два раза дороже, чем вам реально нужно. И сегодня я вам дам полный обзор тех материалов, из чего можно построить дом. И первое, что нужно, это определиться с критериями выбора. А для этого нужно ответить на несколько ключевых вопросов. Но часто самый задаваемый вопрос, он не самый верный. В первую очередь, людей почему-то интересует вопрос, а что теплее, из чего надо построить, чтобы дом получился теплый. И ошибка в этом вопросе вот в чем. Из любой технологии, из любого конструктива можно получить одинаково теплые дома. Да, есть материалы с разной теплопроводностью. Есть даже отдельная табличка, которую в интернете можно найти. Она там в миллиардах исполнений есть, что сравнение теплопроводности материалов. И там вот есть дерево, такое теплосопротивление, там стена нужна 300 миллиметров. Минеральной ватой нужно 100 миллиметров. Кирпича надо километр. Какого-нибудь крупноформатного кирпича нужно 50 сантиметров. Сравнение вот такое в лоб, теплопроводность материалов крайне неверно. Оно вводит вас в заблуждение. Стена, например, не состоит чисто из кирпича или чисто из минеральной ваты. Это как сравнивать зеленое с квадратным. Нужно сравнивать конечную итоговую конструкцию, которую вы получите. И из кирпича, и каркасник, и из газобетона можно построить одинаково теплые конструкции, одинаково теплые стены. А правильный вопрос звучит так, какая стена будет самая тонкая, самая теплая при этом и при этом самая дешевая. И вот по этим трем критериям, самая тонкая, самая теплая и самая дешевая, скорее всего, будет в приоритете каркасник. Потому что если мы возьмем, допустим, крупноформатную керамику, то она будет вообще ни разу не тонкая, там стена будет под полметра. Она будет реально минимум в полтора раза дороже, чем каркасник. И еще потребует кучу времени и денег на свою отделку. Следующий важный критерий, который обязательно надо брать в учет, это скорость строительства. Каркасник обладает самой высокой скоростью строительства. Плюс из каркасника можно сделать вообще так называемые префабы, то есть готовые стены, конструкции. Это можно привести уже прям на объект. Есть заводы, которые это делают, и вы реально за две недели работы у вас на участке получите прям уже практически готовый, законченный конструктив. С камнем, с газобетоном, с крупноформатной керамикой, с кирпичом, уж тем более с монолитом, это вообще ни разу не прокатит. Это все гораздо дольше и дороже. Для сравнения, строительство теплого контура, домика размером 100 квадратных метров, по каркасной технологии займет от 1 до 3 месяцев, газобетонного от 2 месяцев до 6 месяцев, керамика примерно от 2-3 месяцев до спокойно, больше полгода можно строить. Монолит тоже легко занимает так спокойно полгода и больше. Кирпич тоже спокойно занимает в районе полугода. Ну, допустим, брус можно быстро сложить, если опять же это заранее напиленный конструктив, его привезли, сложили, его можно сложить достаточно быстро. Вы с ним потом натрахаетесь. Да, и кстати, люди часто забывают про один очень важный критерий, который часто касается отдаленных регионов. Хотят строить из того, чего нет рядом. Например, в Москве тут у нас был такой запрос «Хочу из ракушечника» или там «Ракушняк» его называют. То, что с Крыма надо тащить, он там стоит копейки, но ты сюда его привезешь, мало то, что здесь из него строить никто не умеет, так он здесь золотой станет просто за счет логистики, за счет транспортных расходов. Поэтому в этом просто смысла нет никакого. Здесь полно других материалов, которые доступные, дешевые, из которых умеет строить и срок доставки которых там 30 секунд. Но при этом, даже если вы не хотите строить из чего-то такого экзотического для данного региона, вы все равно прикиньте, все вопросы связаны с доставкой и покупкой материалов. Какие заводы поблизости? Откуда везти? Проще тот же самый газобетон, заводов несколько, с какого проще привезти? Иногда бывает дешевле купить газобетон подороже, но который рядом, чем купить который подешевле и платить за вот эту вот логистику неимоверную. Также очень важно всегда держать в голове состояние подъездных путей. То есть, допустим, доски для каркасного дома, утеплитель можно перевезти хоть на газели и даже руками можно это пронести там и на 100 метров. А если вам, допустим, не могут перевезти блоки газобетонные или крупноформатную керамику, и их надо выгрузить за 300 метров до вашего дома, просто дальше, потому что дороги нету, то как вы это все будете перетаскивать? Там 100 кубов блоков, иди, перетащи на рабочих. Они запросят либо цену просто конскую, либо просто откажутся. Все, блоки худо-бедно как-то затащили. Хотите монолитные перекрытия? Значит, нужно, чтобы у вас подъехал непосредственно к месту строительства огроменный бетононасос и бетономешалка. Значит, нужны под них соответствующие подъездные пути и площадка, чтобы они расположились. И эта площадка не просто песочком должна быть отсыпана, это либо бетонные плиты, либо нормально укатанный в много слоев щебень достаточно крупной фракции. А это все деньги. А у вас, допустим, простой небольшой домик, и там перекрытие можно было сделать, например, просто из двутавровых балок. И все, двутавровые балки перевезли вообще просто на газели, руками их затащили наверх, руками, молотками, саморезами прикрутили. Все, ноль проблем. И еще раз о цене строительства дома. Оценивать надо не только стоимость конструктива, стоимость доставки, но и стоимость фундамента, и стоимость кровли. Все оценивается в комплексе, потому что, например, каркасник можно спокойно поставить и на винтовые сваи, и он будет еще дешевле, чем мог бы быть. А вот, допустим, крупноформатную керамику на винтовые сваи поставить, ну, конечно, наверное, можно при правильном инженерном подходе. Но это будет, как минимум, вообще ни разу не дешево, в силу специфики устройства винтовых свай и ростверка, который на них надо сделать. Да и вообще, как бы так обычно не делают, если для этого нет каких-то прям очень супер каких-то показаний по грунтам. И по итогу нужно сравнивать по стоимости цены за квадратный метр итогового строения, например, в комплектации теплый контур. Если каркасник мы можем построить, условно говоря, там в 35-45 тысяч за квадратный метр, это уже с окнами, с фундаментом, с крышей, с утепленной конструкцией, с фасадной отделкой. Да, с ней дорогой, но с фасадной отделкой. То, например, газобетон будет уже стоить 45-55 тысяч за квадратный метр. А крупноформатная керамика еще примерно тысяч на 10 больше за квадратный метр. А кирпич может стоить столько, что можно на эти деньги построить два домика каркасных рядом. А из бруса мы не строим, поэтому сколько стоит, вообще непонятно. А есть еще один такой важный критерий, важность он приобрел в последние годы, это пулестойкость. И там, где важна пулестойкость, там, конечно, каркасник идет просто лесом вообще нахрен послан. Потому что там даже газобетон не очень подходит. А уже строят как раз из кирпича или монолит. Монолит конкретно выдержит просто дохрена. Да, конечно, попадание из Т-90 он вряд ли выдержит, но из там каких-то осколков легко противостоит. И поэтому люди часто выбирают каменные дома именно из-за ощущения его надежности. Камень это надежно. Можно сделать бетонные перекрытия, нужен бетонный фундамент, нужны вот такие стены. Просто потому что они каменные. Это дает такое чувство защищенности и охренеть какой долговечности. Да, пофиг, что там крыша деревянная, она сгоняет и там сгорит моментально. Но все остальное это каменное, и оно реально дает такое ощущение, что ты прям дома в крепости. Ну и плюс из камня можно построить реально большой дом. То есть там если речь идет про трехэтажный коттедж, то это только камень. Из каркасника такой, как правило, не строят. Кстати, затронули критерий огнестойкости. Это тоже такой достаточно ошибочный критерий. Люди говорят, ну камень, вот он типа огнестойкий, он не горит. Так а крыша, если у вас деревянная, двускатная. Пламя передается от дома к дому именно по крыше. И если у вас сосед загорелся, и вы ближе, чем в 15 метрах находитесь, у вас тоже очень велик шанс подгореть. Да, стены, скорее всего, останутся целы. Но все остальное, включая мебель и все остальное, сгорит. А приедут пожарные, правильные, все это зальют еще как следует. И это все равно все полетит в помойку. А если затаит задача именно обеспечить живучесть дома при пожаре, то вы применяете что на каменном доме, что на каркасном, на деревянном доме, противопожарные отделки, не горючие материалы. Всякие хорошие гипсокартоны. Можно в том числе принести так называемый огнестойкий гипсокартон. Да, он дорогой, зато реально не горит. Фасад вы отделываете соответствующим образом, не горючими материалами. И в идеале делаете плоскую крышу, заливаете ее стяжкой и покрываете чем-то, что тоже не горит. В идеале насыпают на битумную кровлю балласт в виде щебня. Вот тогда у вас получается реально штука, которую поджечь. Чтобы она загорелась, нужно долго и нудно поджигать. Естественно, алюминиевые окна ставятся, рамы никакого пластика. Вот тогда это будет несгораемая конструкция. И при этом надо учитывать, что бетонные квартиры тоже горят. Горит-то мебель, поэтому мебель тоже должна быть как в тюрьме. Металлическая, на цепях, все несгораемое, все максимально такое огнестойкое. Но самый важный критерий, на который надо обращать в первую очередь внимание, это то, какими руками вы все это строите. Если вы наймете плохих рабочих, которые не понимают того, с чем работают, вот даже хороший материал, даже из кирпича можно построить такой утиль, что потом просто затратите еще больше денег на его перестройку или вообще разборку. Поэтому выбирайте надежный дом по ссылке в описании, мы вам подберем оптимальный вариант. Если бы я сейчас строил себе загородный дом, не больше 150 метров, да еще бы одноэтажный, то я строил бы его только по каркасной технологии. Это быстро, качественно и надежно. А если же дом нужен двухэтажный и больше 200 метров, то только однозначно камень. А поскольку мы находимся в московском регионе, то я бы строил либо из крупноформатной керамики, либо из газобетона. А более подробные про каждый из этих материалов, да и про другие материалы тоже, я рассказываю на этом канале, поэтому не забывайте подписываться, ставить лайк. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok